Реализация программы бюджет народного участия, благоустройство общественных пространств и поддержка бизнеса. Эти вопросы, пожалуй, считаются актуальными и насущными для каждого района Алматы. Сегодня о том, как развивается самый густонаселенный район мегаполиса, узнаем у нашего гостя. В студии заместитель Акима Алмалинского района Акимхан Толеген. Здравствуйте, Акимхан Акимханович. Позвольте начать наше с вами интервью вот с какого вопроса. Отопительный сезон, который начался буквально два дня назад. Скажите, как к нему шла подготовка в Алмалинском районе? Жилой фонд района составляет более 1400 домов. На сегодня все дома получили акты готовности. Из них более 800 домов на сегодняшний день подключены к отоплению. По остальным домам ведется плановая работа. До конца недели мы завершим эту работу. Все объекты образования подключены в настоящий момент к отоплению. По объектам здравоохранения более 80% тоже подключены. По данному направлению работа продолжается. Следующий вопрос. Как обстоят дела с реализацией действительно народной программы, бюджет народного участия? Сколько заявок поступило? Сколько из них с начала года реализованы? И какое количество вы планируете реализовать уже в следующем году? Начнем с того, что в этом году в рамках проекта народного участия нами реализуются 39 проектов. В настоящий момент 25 проектов. Ремонтные работы по 25 проектам завершены. По 14 проектам работы ведутся. До конца месяца октября мы все работы завершим. Касательно 2023 года в начале подачи заявок жителями было подано 171 заявка, из которых 149 прошли на этап голосования. Из этих 149 проектов 17 проектов набрали наибольшее число голосов, которые мы реализуем в следующем году. Следует отметить, что жители в этом году принимали очень активное участие. Раньше, если в прошлых годах голоса от 30 до 100 голосов были, максимум было тысяча-полтора голосов, ну полторы тысячи голосов было. В этом году проекты набирали более 2,5 тысяч голосов. То есть жители активно участвуют в реализации данного проекта. Говоря о реализации данного проекта, какие это заявки? Что люди чаще всего просят? В основном, если касается именно нашего района, на следующий год 17 проектов. Будем реализовать 17 проектов. Из них, большинство, это ремонт дворовых территорий. Также следует отметить, что жители активно начали подавать заявку на озеленение парков, скверов. Два в основных направлениях. Общественные пространства. Да, общественные пространства. В это понятие благоустройства двора что входит? Какие работы проводятся? Ремонтные работы нами проводятся по двум программам. Это первая программа, мы называем его текущим ремонтом. То есть ремонтируем то, что уже есть, сломанные детали. Футбольное поле, меняем полностью основание футбольного поля. Детские площадки ремонтируем. И есть терминология, так мы его назовем, капитальный ремонт. То есть от фасада дома до фасада дома. В этом году мы в рамках капитального ремонта ремонтируем 5 дворовых пространств. Уникальность этих дворов в том, что мы туда оснастили детские игровые площадки, которых, можно сказать, в Алмате на сегодняшний день нет. Данные проекты будут реализованы до конца октября месяца. А вот сколько в среднем выделяется средств на благоустройство одного двора в среднем? Насчет одного двора у нас с проектами идут. Капитальный ремонт у нас в рамках капитального ремонта планируется выделить 3 миллиарда на капитальный ремонт 44 дворов. Немалое количество. Хорошо. А в среднем сколько времени уходит на благоустройство одного двора? В целом ремонтные работы начинаются в летний период. Зависит от подведения итогов электронного конкурса. Начинаем в мае и стараемся завершить до конца сентября месяца. Хорошо. Алмалинский район, один из самых густонаселенных, как я отметил ранее, здесь очень любят содержать домашних животных. И естественным образом возникает вопрос, где их выгуливать. Как часто к вам обращаются с этой просьбой и как вы эту просьбу реализуете? За последние несколько лет мы с вами наблюдаем очень большую интенсивность, активность среди жителей нашего района в реализации данных мест в углу собак. В нашем районе существует 5 мест в углу собак. Мы их так называем в сквере Ганди. В прошлом году в рамках проекта бюджета участия мы обустроили 3 площадки. Это в сквере биокомбинат, в сквере АРО и в дворовой территории по адресу Макатаева 130. В этом году, опять же, в рамках данной программы бюджета народного участия мы реализовали строительство места в углу собак в сквере АЗТМ. Площадь данной площадки составляет более 800 квадратов. Вот в понятии строительства, да, места для выгула собак, что подразумевается под этим? В первую очередь мы ограждаем данную территорию в целях безопасности. В данной площадке предусмотрены элементы, мы их называем мафами, то есть качели специально для собак, змейки, трап, их называем горки специальные, предназначенные для дрессировки собак. Хорошо. В районе немалое количество скверов и парков и других общественных пространств. Скажите, как они на сегодня благоустраиваются? С чьей помощью? И помогают ли вам частные инвесторы? Да, опять же повторяюсь, все проекты, которые мы реализуем в рамках бюджета района, это через проект бюджет народного участия. В нашем районе имеется 22 сквера, один парк, 5 бульваров, 15 зеленых зон и одна разделительная по проспекту Раймбека. В текущем году в рамках проекта бюджета участия нами реализовано 5 проектов, то есть благоустройство 5 парков-скверов. Это сквер АРО, сквер АЗТМ, бульвар Харасайбатера, бульвар Бугенбайбатера и бульвар Гагарина. В рамках реализации данных пяти проектов нами основной акцент уделялся на озеленение данных скверов. То есть мы провели работу там по посеву клевера, по посадке цветников, кустарников. Также провели работу по модернизации освещения. Там, где отсутствовало освещение в темных переулках, мы поставили освещение новое. Осносили место отдыха для людей, поставили скамейки, мафы, пергола. Также мы сделали систему автоматического полива во всех этих пяти проектов, чтобы в дальнейшем содержать было легче. Еще одна проблема, которая поднимается жителями Алмалинского района, это качество тротуаров. Скажите, как вы модернизируете, реконструируете эти пространства пешеходные? В первую очередь, все ремонтные работы, то есть строительство, средний ремонт тротуаров по городу Алматы ведутся управлением городской мобильности города Алматы. В текущем году нами совместно с ними проведены работы по строительству одного километра тротуаров, по обновлению, так скажем, среднему ремонту 500 метров тротуаров. Данная работа ежегодно продолжается в плановом режиме. На сегодняшний день мы принимаем заявки от жителей нашего района по потребности на ремонт строительства тротуаров на 2023 год. Начался сезон дождей, а за ними и не за горами, и зима. Скажите, ведь в Алмалинском районе очень большое количество зеленых насаждений. И какая-то часть из них является аварийной, те же самые аварийные деревья. Скажите, вот как вы этот вопрос решаете? Как часто проводится санитарная обрезка? В целом зеленый фонд района составляет более 213 тысяч деревьев. Из них на сегодня, согласно паспортизации, более 11 тысяч – это аварийные деревья. Ежегодно нашим районным акиматам проводятся плановые работы по санитарной обрезке деревьев, по валке аварийных деревьев. В текущем году нами проведены работы по валке 250 деревьев, по санитарной обрезке более 5,5 тысяч деревьев. Также следует отметить, что Управлением экологии окружающей среды в текущем году по городу Алматы планируется валка, снос 5000 аварийных деревьев. Из них 900 – это в нашем районе, в Алмалинском районе. Данные работы на сегодня начаты. Более уже 250 деревьев на сегодня срублены, аварийные. Следует отметить, данная работа будет завершена до конца года. А вот как вообще происходит? То есть вырубают деревья, на их месте что? Высаживают новые? По высадке деревьев компенсационная посадка имеется, 1 к 10. Если мы, скажем, 250 деревьев, проведенные работы по валке 250 деревьев, мы высаживаем 2500. Имеется компенсационная посадка. То есть это определенные породы деревьев? Породы лиственные, хвойные. Есть свои требования. Ком должен быть размером не более 45 диаметров, высота должна быть не менее 3 метров. Аким Анатолий Янович, какая работа проводится в части реконструкции дорожно-уличной инфраструктуры? Сколько дорог с начала года отремонтировано? И какой это ремонт? Средний ремонт или капитальный ремонт? Расскажите, пожалуйста. Так как наш район следует отметить центральный, он весь заасфальтированный, у нас нету дорог, которые не заасфальтированы. На сегодняшний день управлением городской мобильности в рамках среднего ремонта двух этапов проведены работы по среднему ремонту по 18 адресам, общей протяженностью 15 километров. На сегодня ремонтные работы завершаются. Остались последние две улицы, это микрорайон, это 100-2. Их завершат, ремонтные работы будут завершены. В целом в районе в основном ежегодно проходят работы по среднему ремонту, так как район уже сложившийся, центральный, у нас нету капитального строительства дорог. Также в этом году, как вы знаете, улицу Авозову пробили от Гоголя до проспекта Раймбека. Еще какая работа проводится в Алмалинском районе в части благоустройства, строительства? Во-первых, это реализация проектов бюджета участия, как я назвал ранее, 39 проектов мы в этом году планировали реализовать, из них 25 реализовали, 14 в работе. Также в рамках капитального ремонта дворов мы ремонтируем 5 дворов, которые будут завершены до конца октября месяца. Также в рамках текущего ремонта нами проводится ремонт фасадов жилых домов 44, из которых 42 на сегодня завершены. До конца октября месяца все ремонтные работы 100% мы завершим. Помимо этого, ежедневная работа санитарная, очистка улиц, вывоз, твердобытовых откодов. Спасибо вам большое, что пришли в студию и ответили на актуальные вопросы. Успехов вам в дальнейшей работе. Всего доброго. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был заместитель Акима Алмалинского района города Алматы Акимхан Толеген.